и соображение гуманитарного характера. Спасибо. Коллеги, прошу. Так, пожалуйста, желающие задать вопросы. Фэн Шаолей, да, профессор Фэн Шаолей, один из наших ветеранов. Большое спасибо. Педагогический, Шанхай. Уважаемый господин президент, очень рад вас еще раз видеть. Октябрьская народная конференция, ее тема, посвященная десятилетия инициатива «Путь и пояс» будет состоится в Пекине. И в то же время, это почти десятилетия инициатива по сопряжению евразийского партнерства с инициативой «Путь и пояс», которые определяли вы вместе с президентом Чжи Чжи Пин. Но мой вопрос такой же при новой обстановке. Какие же новые идеи и какие конкретные предложения вы уже подумали и приготовили? Большое спасибо. Мы неоднократно действительно возвращаемся к этой теме и кое-кто даже пытается посеять сомнения в том, что и наш евразийский проект, развитие евразийского союза экономического и инициатива председателя Чжи Чжи Пиня «Один пояс, один путь» могут не совпадать с интересами, могут вступать в какую-то конкуренцию между собой. Это не так. Я уже много раз на этот счет говорил. Наоборот, мы полагаем, что один проект гармонично дополняет другой. Ведь что происходит? И в отношении Китая, и в отношении России. Ну, в отношении России в большей мере сегодня, а в отношении Китая еще задолго до начала событий на Украине некоторые партнеры, мы знаем, кто именно, начали вводить различные в роды санкции. Это какие-то моменты превращались, даже все это превращалось в какое-то подобие торговой войны между Китаем и Соединенными Штатами. Вводились ограничения, в том числе связанные и с логистикой. Мы заинтересованы в том, чтобы наладить новые логистические маршруты. И Китай тоже заинтересован. Растет, извините, растет объем товарооборота. Вот мы сейчас говорим о коридорах северо-юг. Китай выстраивает некоторые маршруты через среднеазиатские государства. Мы заинтересованы в том, чтобы это поддержать. Мы строим соответствующие авто и железные дороги. Вот это все является предметом наших переговоров. Это во-первых. Во-вторых, все это дополняется тем, что называется сфера реального производства. Мы поставляем необходимые товары в Китайскую Народную Республику. Китай поставляет нам необходимые нам товары. И мы выстраиваем такие цепочки и логистические, и производственные цепочки, которые, безусловно, вписываются в те цели, которые представитель Син Цзиньпинь поставил перед китайской экономикой, и вписываются в наши задачи развития, особенно в современном мире, развития нашей экономики, и партнерских отношений с другими странами. Это совершенно очевидно дополняет друг друга. Я сейчас не буду перечислять конкретных проектов. Их достаточно. И между Китаем и Россией в том числе. Вот мы мост построили, вы знаете. У нас есть другие планы логистического характера. Мы развиваем отношения, как я уже сказал, в сфере реального производства. Вот все это вместе и будет предметом наших двусторонних контактов и переговоров. И в рамках многостороннего формата. Это большая, очень емкая, капиталоемкая работа. И я хочу подчеркнуть еще раз, хочу акцентировать на это. Вся эта работа ни в коем случае никогда не строилась против кого-то. Она имеет созидательное начало и направленное исключительно на достижение положительного результата как для нас, России и Китая, так и для наших партнеров по всем мире. Спасибо. Так, Ильич Уцаква. Вы говорили об изменении международной политики. Появление суверенных государств, которые себя защищают. Они являются автономными акторами в международной политике. Действительно, это происходит. Это происходит в рамках BRICS+. Несколько месяцев назад произошла встреча также и в ШОС. Таким образом, мир изменяется, международная политика изменяется, государство изменяется. Постколониальные государства изменяются. И сейчас эти государства дали ясно понять, что они хотят активно участвовать в международном сообществе. Тем не менее, международная политика формируется в рамках системы, которая создана в 1945 году в рамках ООН. Вы не видите противоречий между изменением международной политики и параличом системы ООН международного права? Как Россия может помочь преодолеть это, чтобы ООН лучше работала? Как разрешить противоречия международной политике более мирным путем, чтобы они были направлены в будущее? Вы, безусловно, правы. Есть определенные противоречия между теми рамками, которые были созданы странами-победительницами во Второй мировой войне в 1945 году и изменившимися условиями в мире на сегодняшний день. В 1945 год одна ситуация в мире, в сегодняшний день совсем другая. И, конечно, эти правовые нормы должны меняться в соответствии с меняющимся миром. Здесь по-разному можно к этому относиться. Можно сказать, что ООН и современное международное право, которое построено на базе Устава Организации Объединённых Наций, устарели и подлежат сносу. И необходимо создать что-то новое. Но здесь, конечно, есть опасность того, что мы имеющуюся систему международных правил, именно настоящих правил, право международного на основе Устава ООН устраним, а нового пока ничего не создано и не создадим. И наступит просто всеобщий хаос. Он и так имеет место, его элементы имеют место быть. Но если совсем отправить на свалку историю Устав ООН, не заменив её ничем, то хаос неизбежен и может привести к очень тяжёлым последствиям. Поэтому, я полагаю, надо идти по пути изменений международного права в соответствии с требованиями сегодняшнего дня и с изменением ситуации в мире. В этом смысле, конечно, в Совете Безопасности ООН должны быть представлены такие страны, которые приобретают значительный вес в международных делах и просто в силу своего потенциала имеют возможность и оказывают влияние на решение ключевых международных вопросов. Какие это страны? Ну, это Индия, более полутора миллиардов, по-моему, человек уже, населения. Семь с лишним процентов рост экономики, по-моему, 7,4 или 6,6 процентов. Ну, это мировой гигант. Да, там ещё очень много людей, которые нуждаются в помощи, в поддержке, но тем не менее. Значит, там высокотехнологичный экспорт растёт гигантскими темпами. Потому что это мощная страна, она становится из года в год мощнее под руководством премьер-министра Монди. Или Бразилия в Латинской Америке. Население огромное, рост влияния колоссальный. Южная Африка. Ну, конечно, не учитывать их влияние в мире. Значит, и их вес при принятии ключевых решений международной повестки должен возрасти. Но, разумеется, делать это нужно таким образом, чтобы был достигнут консенсус этих изменений. Чтобы он не разрушал. Это сложный вопрос. Чтобы он не разрушал существующий международно-правовый режим. Это сложный процесс. Но, на мой взгляд, надо идти именно по этому направлению, по этому пути. То есть вы считаете, что существующий международно-правовый режим существует? Он не разрушен ещё? Ну, до конца точно не разрушен. Но вы понимаете, в чём дело? Давайте вспомним самые первые годы существования ООН. Как называли тогда нашего советского министра иностранного дела господина Громыка? Его называли господин Новым. Почему? Потому что очень много было противоречий. И Советский Союз очень часто пользовался своим правом вето. Но зато это имело смысл и значение. Это не доводило до конфликтов. В нашей новейшей истории мы очень часто слышали со стороны западных лидеров, что система ООН устарела. Она не отвечает потребностям сегодняшнего дня. Особенно это начало звучать когда? В период югославского кризиса. Когда без всяких санкций Совета Безопасности ООН, Соединенные Штаты и их союзники начали бомбить Белград. Безжалостно и бесстрашно. Даже попали в посольство Китайской Народной Республики в Белграде. Где это международное право? Нет, сказали, никакого международного права, такого, которое было не нужно. Оно устарело. Почему? Потому что хотелось действовать без оглядки на это международное право. Потом, когда какие-то действия начала предпринимать Россия, сказали, как же так, безобразие, Россия нарушает международные права и уставована. Но всегда, к сожалению, были попытки подстроить это международное право под себя. Это хорошо это или плохо? Это очень плохо. Но хоть что-то существует, что является ориентиром. Моя озабоченность заключается только в том, что если это вообще будет смятено в корзину, убрано, Но тогда даже ориентировать не будет. Мне кажется, что нужно идти по пути перманентных, постепенных изменений. Но нужно это делать безусловно. Мир поменялся. Спасибо. Сергей Караганов. Вы, ну, еще один из ветеранов и основателей клуба. И нахожусь в состоянии близко к счастью в день его 20-летия. Потому что старики должны говорить, что при нас было лучше, так не было при нас лучше. Сейчас лучше. Веселее, интереснее, ярче, многоцветнее. Так что спасибо вам тоже за участие. Вопрос у меня вот какой. Что касается веселее, мне кажется, что это звучит смело. Когда интереснее, тогда веселее. Вам веселее, мне, честно говоря, не мощнее. Владимир Владимирович, и за пределами у нас в России, и сейчас на клубе довольно раз обсуждается один простой вопрос. Я его сформулирую следующим образом. От себя, конечно, не от всех. Не устарела ли наша ядерная доктрина применения ядерного оружия? Мне кажется, что, безусловно, устарела. И она даже выглядит легкомысленно. Созданная в другие времена и, может быть, в другой обстановке, да даже и следует старым теориям. Сдерживание больше не работает. Не пора ли нам менять доктрину применения ядерного оружия в сторону понижения ядерного порога? И идти, конечно, твердо, но достаточно быстро по лестнице эскалации сдерживания, отрезвления наших партнеров. Они обнаглели. Они прямо говорят, что поскольку у вас такая доктрина, и что он никогда не применит ядерного оружия, и мы таким образом невольно позволяем им расширять и проводить совершенно чудовищную агрессию. Это один вопрос. А в нем заложен другой. Мир в ближайшие годы, даже когда мы победим тем или иным способом на Украине, или вокруг Украины, Запад, все равно будет проживать очень трудные времена. Поднимаются новые центры, будут возникать новые трудности. Нам ведь необходимо вставлять обратно тот самый предохранитель, которому было ядерное сдерживание, которое держало мир на протяжении 70 лет. Сейчас этот Запад, забыв историю и страх, этот предохранитель пытается ликвидировать. Не стоит ли нам поменять нашу политику в этой области? Мне известна ваша позиция. Я читал некоторые документы, ваши статьи, записки. И я чувство ваше понимаю. Напомню, что в российской военной доктрине существует два причины возможного применения со стороны России ядерного оружия. Первое – это применение в отношении нас, то есть это в ответ нас в встречном ударе, так называемый. Но на практике что это означает? Ракеты стартовали, наша система СПРН обнаружила, зафиксировала, дала знать о том, что целью является территория Российской Федерации. Все это происходит в секунды, чтобы все понимали. И уже понимая, зная информацию о том, что по России не наносится удар, мы со своей стороны отвечаем на эту агрессию. И хочу заверить всех, что на сегодняшний день ответ является абсолютно неприемлемым для любого потенциального агрессора. Потому что с момента обнаружения старта ракет, откуда бы это ни исходило, из любой точки Мирового океана, либо с какой бы то ни было территории, в ответ на встречном ударе в воздухе появляется такое количество, только сотен наших ракет, что шансов на выживание ни у одного противника не останется. Причём сразу на нескольких направлениях. А вторая причина применения этого оружия – это угроза существованию российского государства, если против России применяют даже обычные средства вооружения. Но под угрозу ставится само существование России как государства. Вот две возможных причины для применения оружия, о котором вы сказали. Нужно ли нам это менять? А зачем? Всё можно поменять. Просто не вижу необходимости в этом. Нет такой ситуации, при которой, допустим, сегодня что-то угрожало бы российской государственности и существованию российского государства. Нет. Думаю, никакому человеку в здравом уме и ясной памяти не придёт в голову применить ядерное оружие в отношении России. Тем не менее, точка зрения ваших, других экспертов, людей, которые настроены патриотически, очень переживают за происходящее внутри страны, вокруг нас, переживают за то, что происходит у нас на линии боевого соприкосновения на украинском направлении. Я всё понимаю. Мы внимательно смотрим и относимся, поверьте, с уважением к вашей точке зрения. Но я не вижу такой необходимости. Там менять нашу концепцию. И потенциальный противник знает обо всём, знает о наших возможностях. Здесь другое дело. Например, я слышу уже призывы, допустим, начать испытания ядерного оружия, вернуться к испытаниям. Здесь, вот что бы я сказал, Соединённые Штаты подписали соответствующий международный акт, документ, договор о запрете на испытания ядерного оружия. И Россия его подписала. Россия подписала и ратифицировала. А Соединённые Штаты подписали, но не ратифицировали. Вот сейчас мы практически закончили работу над современными видами стратегического оружия, о которых я говорил и которые я анонсировал ещё несколько лет назад. Проведено последнее успешное испытание боевестника – крылатая ракета глобальной дальности с ядерной установкой, двигательной ядерной установкой. Мы фактически закончили работу над «Сарматом», над сверхтяжёлой ракетой. Вопрос в том, что нам нужно просто уже чисто административно-бюрократически закончить некоторые процедуры, перейти к их массовому производству и постановке на боевое дежурство. И мы сделаем это в ближайшее время. Вот, как правило, специалисты говорят, ну, новое оружие, нужно убедиться в том, что там бойзаряд, специальный бойзаряд будет работать без сбоев. Но не надо проводить испытания. Ну, я вот сейчас не готов сказать, нам нужно действительно, не нужно проводить испытания. Но повести себя зеркально в отношениях с Соединёнными Штатами, повторю ещё раз, когда они подписали, но не ратифицировали, а мы подписали и ратифицировали. В принципе, зеркально повести себя с теми же Соединёнными Штатами можно. Но это вопрос депутатов в Государственную Думу, теоретически можно отозвать эту ратификацию. Достаточно. Если мы это сделаем, этого будет вполне достаточно. Вот сейчас на Западе уже открыты, некоторые высказывают такую позицию, что поддержка Украины такая, извините, поддержка Украины такая активная, связанная с тем, что Россия как-то недостаточно убедительно отвечала все полтора года на эскалацию своих стран. Я не знаю, убедительно или не убедительно, но вот сейчас только с начала так называемого контрнаступления, это последний данный, только с 4 июня украинские подразделения потеряли уже свыше 90 тысяч человек. Это санитарные безвозвратные потери. 557 танков, почти 1900 бронемашин различного класса. Убедительно или не убедительно. Поэтому у нас есть своё понимание, что и как двигается. Мы понимаем, где и что нам нужно сделать, где и что нам нужно добавить. Мы спокойно идём к достижению своих целей и уверен, мы их добьёмся. Реализация этих задач, которые мы перед собой ставили. Спасибо. Так, ради концаи. Благодарю вас, господин президент Путин. Благодарю вас за очередное, я бы сказала, исторически важное и вдумчивое выступление. Я всегда очень впечатлена, когда я вас слушаю. У меня есть вопрос и личная просьба. Вопрос касается моей страны, Канады. Как вы знаете, парламент Канады только что выставил себя на посмешище, когда они аплодировали украинскому нацисту, ветерану в парламенте Канады. Больше 440 человек аплодировали. И никто не задался вопросом, правильно ли это. Как вы знаете, премьер-министр Трюдо принёс извинения, кажется, уже дважды. Спикер парламента ушёл в отставку. И для меня это действительно показывает масштаб. Масштаб того, насколько далеко дошла западная позиция. Они настолько сосредоточены на своих невежественных понятиях, что они даже забыли, сколько Россия сделала для того, чтобы нанести поражение нацизму. Они не понимают, что если бы не вклад России, то Вторая мировая война завершилась бы по-другому, победы бы не было. Они забыли, сколько Россия сделала для победы. Потеряно 30 миллионов жизней, огромная цифра. Сложно даже представить себе этот масштаб. Могли бы вы это прокомментировать? Что вы об этом думаете? И моя личная просьба к вам. Мне это касается лично. И извините, если я что-то неправильно произнесу, но это касается моего друга, друга многих из нас здесь, и моего мужа Дмитрия Сэконстантпокулса. И это опрос Габерлицкого. Как вы знаете, его задержали. И он обеспокоен своим личным состоянием. И у меня есть несколько причин, почему я об этом говорю. Подписано несколько петиций в западных странах. По этому делу, конечно, много говорится. Но мы не подписываем эти петиции, потому что мы не согласны с их содержанием, потому что они полностью антироссийские. И у нас есть к вам письмо. И мы надеемся, что вы прочитаете его. И мы надеемся, что вы поймете, что мы обращаемся к вам как друзья России. Конечно, мы находимся в сложном положении, потому что мы не согласны с позицией вашего друга, но мы и помним, сколько мы узнали от него. У него прекрасные знания российской истории. И он всегда был привержен России. И это наш личный призыв к вам. Пожалуйста, займитесь этим лично. Спасибо.